Всем кажется, что если мы предложим 10 послов, освободят 10 людей. Откуда вы это взяли? Ну вот с чего вы это взяли? Вам конкретно кто-то об этом сказал? Это всё очень предположительно. Самая больная тема политзаключённая. Вы тоже на каждой встрече об этом говорите, в каждом своём выступлении. С 2020 года вы придерживаетесь политики давления на режим через санкции, другие какие-то методы, изоляции и так далее. Вы от этой политики не отступали. Но сейчас создаётся впечатление, что всё больше возникает голосов, которые с этой политикой не согласны и считают, что Лукашенко надо начинать что-то предлагать, так как не сработало это давление. Как вы смотрите на такие голоса, которые говорят, что ничего не работает и, наверное, надо уже начинать торговаться? Я не думаю, что есть голоса, которые на самом деле про демократические настроения, которые говорят, что ничего не работает. Есть голоса, которые говорят, что, ну, может быть, уже идти на какие-то уступки Лукашенко, да, и там, может быть, переговариваться. Так мы всегда были за переговоры. Мы всегда были за переговоры, ну, пускай не с самим Лукашенко, да, а с режимом, потому что нам вместе потом эту страну строить. Но я вижу, как некоторые люди, они прям, знаете, повторяют пропагандистские нарративы, что вот давайте-ка нам отправляйте послов. Мы, конечно, за это ничего не сделаем, может, сделаем, может, не сделаем, отправляйте послов, нам это надо, или там давайте встречаться, давайте созваниваться. То есть я не хочу, чтобы люди были отравлены вот этими пропагандическими идеями. Очень хочется людей освободить. Но надо работать над освобождением, не идя на поклон Кукашенко. Вы понимаете, да, это надо другие инструменты использовать. Это и гуманитарные треки, это и там лидеров, которые до сих пор имеют какие-то отношения с режимом. Потому что я, например, не верю, что, ну, хорошо, мы сделаем одну уступку, какую-то, да, возьмут ещё там тысячу заложников, ещё одну уступку. То есть ты не можешь садиться играть с заведомым шулером, ни в какие переговоры вести, ничего. Но вот из того, что слышно, хотя бы люди в критическом положении, например, да, или вот тоже ваш мужик, которому вы сегодня сами сказали, вы не знаете, жив ли он даже. Условно, если представить такую ситуацию, что действительно состоятся, ну, переговоры, звонок какой-то, и действительно на столе переговоров, вот, окей, возвращайте послов, мы вам вернём самых высоких политзаключённых, Марию Коресникову, Сергея Тихановского, Игоря Лосика и так далее. Вы будете рассматривать такой вариант? Мы рассматриваем все варианты. Надо понимать, что режим хочет много, а не хочет ничего давать взамен. Не было никогда, вот вам, значит, такие-то люди, а мы хотим конкретно вот этого. Таких разговоров никогда не велось, они не так ведутся. И, конечно, там можно рассматривать и какие-то звонки политические, там, диктаторам. Ну, я настаиваю на том, чтобы это были организации, прежде всего. Да, но в обмен на что? Вообще надо понимать, что самым первым важным пунктом остановка репрессий. Потому что вы освобождаете, и в два раза больше вы забираете людей. Ну, то есть в это можно играть бесконечно. Ну, так это совершенно неясный сигнал. Выпустили, набрали, выпустили, набрали. Ну, это как называется? Ну, всегда в этой дискуссии упоминаю, конечно, Россию, да, что это тоже диктатор, и тем не менее с ним переговорили, и людей освободили, дав в итоге что-то взамен. Дав что-то взамен, потому что это нужно было тому диктатору. Если бы не Красиков, которым так нужен был Путину, ну, я думаю, что навряд ли какой-то обмен был. Это была инициатива России в данном случае. У Лукашенко спать некого, ему нет важных для него людей. Я понимаю, то есть это вопрос, такой вы выйти на поклон или нет, но если бы сам Лукашенко, условно, режим, кто-нибудь выходит на контакт с вами и говорит, лоббируйте возвращение послов, или что-то другое, Белавию, например, мы вам даём вот 10 имён, например. Это была бы другая ситуация, в этом есть разница тогда? Слушайте, мы за переговоры. Мы за переговоры, давайте посмотрим, что они, они же ничего не предлагают. Ну, я говорю проиграть такой сценарий. Если бы они предложили, то есть я понимаю, что они не выходят никак на связь, да, но если бы они предложили такой вариант, вы бы его рассматривали? Рассматривали? Все варианты будем рассматривать. Вы чувствуете, что в белорусском демократическом обществе появляется такой раскол не на тему политзаключённых как таковую, все хотят их освободить, как вы сами сказали, а на тему, как это делать? Вы чувствуете этот раскол? Я бы не назвала это расколом, это просто несколько мнений. И наша задача не поляризироваться на этой теме, потому что самая болезненная тема, на которой очень легко режимы играть, да. Вот там запускаешь нарративы, что вот дайте нам по словам, мы выпустим там 10 человек, ну и всё, и сразу кажется, что о, давайте это сделаем, потому что мы спасём 10 человек, мы спасём 10 человек, и 100 посадят ещё, хотя их и так посадят. Поэтому в данном случае мы с людьми, которые имеют такое мнение, что, значит, давайте там к Лукашенко пойдём прям договариваться, с ними разговариваем. И мы должны для себя определить, где наши красные линии, где у нас есть совпадения, где несовпадения, и как нам работать вместе, чтобы это не звучало как какофония, чтобы и наши демократические партнёры, и мы между собой понимали, что у нас всё-таки генеральная линия, она остаётся общей. И потому что там те же люди, которые говорят о... Ну вот мы привязались к этим послам, да, привяжемся, что это не значит санкции снимать, ну ни в коем случае. Там можно приостанавливать, там как-то с этим играться, но это не значит, что мы сдаёмся, что мы, значит, принимаем режим таким, каким он есть и, ну вот, начинаем торговаться. Это же не об этом речь. Все понимают, что нам, что режим совершил преступление, что сотни тысяч людей пострадало из-за этого режима. И просто сейчас забыть, простить, перевернуть страницу, ну не об этом же речь. Ну речь не про перевернуть страницу, а про спасение жизни конкретных людей, которые сейчас в инкоммуникаде или в тяжёлом состоянии. Полина Шаренда-Панасюк. Конечно, у нас же все уже, наверное, знают и про гуманитарный список, над которым мы работаем. Конечно, это другие треки. И вот по таким трекам ты не будешь давать интервью, не будешь рассказывать, как это всё делается. Это понятно. Просто, ну почему вопрос остаётся, потому что всё равно до конца не совсем понятно, что можно сделать, потому что, ну, люди в тюрьмах, у них там, возможно, времени не так много. И я понимаю, откуда идут эти голоса, что надо что-то режиму предлагать. Потому что если это единственное, что очень быстро и эффективно может спасти... А где гарантия, что это быстро и эффективно может спасти? Ну, можно какие-то, возможно, дипломатические тоже найти каналы, чтобы добиться гарантии. Господа, есть дипломатические каналы, они не перекрывались все эти четыре года. Есть эти дипломатические каналы. То есть вы не уверены в том, что режим действительно... Абсолютно. Ну, это, я говорю, этим очень легко манипулировать, потому что от этого больно. Это наши люди там умирают, наши любимые, наши друзья. И очень легко вот посеять этот раздор дискуссии на теме политзаключённых. Потому что это то, что вот, ну, разделяет. И тут очень важно держаться вместе. То, что режиму надо. Чтобы мы говорили разными голосами, и чтобы нашим союзникам, на которых мы в большой степени полагаемся, да, решили, а чего-то они между собой договориться не могут, так нам легче вообще не помогать и не поддерживать их повестку. Тогда мы просто исчезнем. И исчезнут наши политзаключённые, исчезнет Беларусь в повестке. Не могу не задать ещё вопрос. У вас за лето ушло три человека из объединённого переходного кабинета. И все как-то, ну, говорили про какие-то, ну, не разногласия, а просто несоответствие с... разное русло, скажем так. Вот в этих разногласиях есть тема политзаключённых. Это причина ухода некоторых людей. Может быть, Ольги Горбуновой, которая ушла как раз во время, когда освобождены были 37, по-моему, политзаключённых. У каждого, кто выходил из объединённого переходного кабинета, свои причины для ухода. И, конечно, мы все понимали, что если говорить об Ольге Горбуновой, она будет дальше заниматься темой освобождения политзаключённых. Но у вас расходились мнения о том, как освобождать политзаключённых? Ну, вот, понимаете, этот вопрос, как там, ну, это немножко странная позиция, потому что тут надо, должна быть политика в отношении диктатора. Всем кажется, что если мы предложим 10 послов, освободят 10 людей. Откуда вы это взяли? Ну, вот с чего вы это взяли? Вам конкретно кто-то об этом сказал? Это всё очень, ну, предположительно. И задача режима — посеять вот эти сомнения. Нет, нет, я просто, я возвращаюсь не к тому, а к тому, что была ли эта тема одной из, почему Ольга Горбунова покинула ПК? Это надо у Ольги Горбуновой спросить, потому что внутри кабинета эта тема разногласий во время Ольги Горбуновой, будучи как представительницей, она не обсуждалась. Мы её слышали, мы слышали её нарративы, мы обсуждали, как это, возможно, выровнять, не знаю, с своей политикой кабинета, но это не стало эсоциальной причиной. Светлана, вы в Берлине сейчас с визитом двухдневным, приезжали и в прошлом году, в принципе, вы сегодня тоже говорили о том, что Германия первая, одна из первых стран, которая вас радушно приняла в 2020 году. С кем встречи запланированы в этом году и о чём они? У нас встречи с рядом политиков, это вице-канцлер, вице-спикер, это министр иностранных дел, это ряд организаций. И, конечно, самое главное событие – это форум будущего по Беларуси. Я всегда рада видеть беларусов вместе, которые вместе пытаются справиться с проблемами, бронштурмят, что ещё можно сделать для Беларуси. Что мы обсуждаем в этот раз, помимо, ну, наряду нашей обычной повестки – это ослабление режима через санкции и укрепление субъектности демократических сил. Это помощь нашим медиа, помощь политзаключённым, помощь правозащитникам, нашим всяким организациям. Что сейчас на повестке дня – это присоединение к инициативе Литвы по поводу открытия уголовного дела против преступлений режима, это помощь, донат гуманитарному фонду помощи политзаключённым, это вопросы легализации, которые также остро стоят, это вопросы мобильности беларусов, чтобы выдавали больше виз, чтобы границы были открыты. У Бонестаги была резолюция по Беларуси, имплементация этой резолюции. Ну и ряд других вопросов мы будем встречаться с министром юстиции и также с министром образования, чтобы больше давали стипендий беларусским студентам, потому что объясняем ситуацию, что впервые за 30 лет больше студентов едет учиться в Россию, а не в Европу. Это, конечно, нужно прекращать, потому что мы можем потерять целое поколение студентов. Тогда хочется немножко понять, вы даже сегодня немного так шутили в своей речи про отношения, ну не шутили, но упоминали это про отношения с немецкими политиками, говорили, что из некоторых из них даже уже возникла дружба, в том числе вот упоминали Анналену Бербак. Это действительно очень так интересно, вы писали даже не так давно совместно с ней статью, и Анналена Бербак принимает разных политиков, но не с каждым из них она пишет совместные статьи. Вот расскажите немного, как возникла эта дружба, вот вы действительно уже называете это дружбой, и это женская солидарность, это что? Вы знаете, в целом, ну я же такой политик не по образованию, а такой больше по интуиции, и что я поняла за эти четыре года, что очень многое в политике построено на личных взаимоотношениях. И если ты смог влюбить человека в Беларусь, если ты смог зажечь глаза этого человека, не знаю, зарядить его Беларусью, то этот человек или организация, она будет работать. Вы смогли Анналену Дарвот зарядить? И мы с ней встретились, когда еще не было министрами странных дел. И вот бывает, возникает между людьми химия, и ты понимаешь, что человек, да, это наш человек, он будет работать с нами и будет большую часть своего труда посвящать Беларусь. Это становится дружба изначально, потом люди получают другие позиции, кто повыше, кто пониже, но вовлеченность в Беларусьскую повестку, она просто не уходит. На самом деле это, ну, личные взаимоотношения гораздо важнее для меня, чем, не знаю, там, официальные запросы отправлять или официальные письма, потому что пока у человека нет личной привязки, пока ты видишь пустые глаза, то ничего, ну, и практически ничего делаться не будет. В завершении хочется еще поговорить о 2025 году, ну, так называемые выборы. Как вы к ним готовитесь? Мы понимаем, что это не выборы, да, что это такое переназначение Лукашенко. Лукашенко, что это там ритуал для него, для его легистемизации перед самим собой. Это не изменит ситуацию в стране, как был гуманитарный и политический кризис, так он и останется. Но, конечно, мы как демократические силы должны использовать эту ситуацию, чтобы смобилизировать белорусов, чтобы был понятен план на этот день или там на несколько дней, что нужно делать с белорусом, потому что вопросы такие задаются. Но это должна быть какая-то единая позиция. Но, прежде всего, у нас политика непризнания этих выборов. Вы договорились о том, бойкотировать ли белорусам внутри страны эти выборы? Конечно, уже создана рабочая группа, в которую входят участники и всех основных политических структур, и не государственных организаций, которые обсуждают много мнений, чтобы прийти к консенсусу и чтобы это была единая линия, единая политика демократических сил.